Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить с вами снова о микробиоте. Такой вот анализ для тех, кто еще не видел. Анализ микробиоты тонкого кишечника. И для того, чтобы понять, что это вообще такое, если вы впервые об этом слышите, пожалуйста, переходите по ссылочке, я об этом рассказывал. Пока я не начал делать выпуски более конкретные в микроорганизмах, которые живут непосредственно в вашем тонком кишечнике, могут также, напоминаю, населять другие слизистые. И некоторые организмы, такие как грибы, способны населять даже нашу кожу. И, соответственно, что хотелось бы сегодня обсудить, это, конечно же, причины нарушения микробиота. Более подробно затронуть. Но самое такое распространенное, что мне попадается, у нас одна и та же микробиота с нашими родственниками. То есть, брат, сестра приходят, мы видим одинаковую клинику, как правило, у этих пациентов, и не совсем это работает, как в случае с паразитозом. То есть, это не обязательно, что они, и очень мало вероятно, что они там как-то друг друга обсеменили. Зачастую это связано с тем, что дети наследуют микробиоту своих родителей, да, потому что, соответственно, кровотоком, да, единый кровоток с матерью, все это, естественно, ребенок тоже обсеменяется, естественно, тоже формируется микробиотическая среда у плода, ну и, соответственно, он как бы уже рождается с такой вот, ну, наследованной микробиотой. Раньше считалось, что, проходя через родовые пути, ребенок обсеменяется, но современные исследователи отвергают данную теорию. Значит, что хотелось бы подчеркнуть? То есть, у нас будут с сестрами нашими, с братьями, с нашими непосредственными, ближайшими, да, родственниками, родителями, одна и та же будет микробиота, похожая, по крайней мере, особенно с мамой. То есть, допустим, если у мамы имеется чисто теоретически повышенная, там, кластридиум ромозус повышен, очень высокая вероятность, что у ее, соответственно, детей будет то же самое. Значит, следующее, что необходимо запомнить при половом контакте, особенно при таком активном половом контакте, когда идет обмен жидкостями, да, с поцелуями, с всеми этими вещами, да, соответственно, мы тоже нашего партнера наследуем его микробиоту. И в каком-то смысле, если партнер, ну, длительно, да, с нами находится, это супруг, супруга, в каком-то смысле даже, я бы сказал, она делает такой специфический, делаем микс из нашей, да, там, микробиоты, которая встречается. Поэтому бывает такое на фоне вот этих миксов, не так уж было все и плохо, ну, люди друг дружку обсеменили, кто-то у кого-то цепанул кандиду, кто-то у кого-то цепанул стафилококки, и на этом фоне, как бы, началось движение, начался рост патогенной микробиоты. Хотя по отдельности, может быть, она была изначально, ну, не так критична, по крайней мере, не давала клинике. Из причин нарушения микробиоты безусловно будут, я их так напоследок, как самое очевидное оставил, безусловно, это препараты, особенно антибиотики. И вот эта вот ситуация, когда на глазок назначаются там всякие лактобифидобактерии, условно, да, нормобиота, это очень на глазок. Очень часто ассоциируется в современных исследованиях подобный подход с тем, что у нас начинается, соответственно, помимо того, что мы все же убили под всю патогенную, да, микробиоту, у нас и нормобиота тоже умерла после антибиотиков. И считается, есть такая ассоциация, что на фоне приема, соответственно, нормобиотических разных там вот этих препаратов, содержащих там, ну, для всех из рекламы йогуртов я превошу бифидобактерии, лактобактерии, они самые зарекламированные. В общем, вот, когда мы их потребляем, есть такая ассоциация, что на них может быстрее расти, соответственно, именно патогенная, да, микробиота, все равно за счет появления вот такого экзогенного введения нормобиоты. Поэтому должна сохраняться антибактериальная терапия, но, конечно же, не антибиотика. Вот, как происходит это лечение, мы поговорим в отдельных выпусках, пока еще не набралось, соответственно, достаточное количество просмотров по микробиоте. Я надеюсь, мы эту тему немножечко раскачаем, нас станет немножко больше, можно будет говорить о лечении. А сейчас хотелось бы вот что подчеркнуть. Вот прием таких препаратов, антибиотиков тоже, соответственно, ассоциируется с нарушением и нисколько не спасает прием лактобифидобактерий, свечей. Ну, понятно, что клинику вы можете отодвинуть этим куда-то, но внутри, да, все это будет у вас цвести и пахнуть, так сказать, весь патоген. Нужно именно сдавать КХМС по осипу и смотреть после антибиотиков, что у вас произошло. Опять же, не надо бояться антибиотиков, иногда без них просто никак. Далее, что еще? Нестероидные противовоспалительные ассоциируются с нарушением нормабиоты. И, конечно же, это применение наших любимых кортикостероидных препаратов. Тоже без них бывает, ну, совсем никак, так же, как и нестероидные противовоспалительные, но на этом фоне нарушаются микробиоты. Таким образом, можно составить такую картинку. Если у человека больной опорно-двигательный аппарат, скорее всего, он применял противовоспалительные, скорее всего, у него нарушалась микробиота. Микробиота, в свою очередь, нарушила, соответственно, функции всасывания веществ определенных, могла вызвать различные как гормональные сбои, так и нарушение липидных обменов, может быть, дефицит витаминов, чего угодно. Также могла обсеять, соответственно, у нас слизистые верхних дыхательных путей, или, соответственно, там обсеивать, к примеру, кожные покровы, что, в свою очередь, может сказаться и на психологическом состоянии. Как я вам говорил, это мозг все омывает. Видите, как все взаимосвязано в нашем организме. То есть, сначала началось с опорно-двигательного аппарата, закончилось фактически функциями мозга. Поэтому очень важно на сегодняшний день вести профилактику, хотя бы профилактику всех этих микробиотических приключений. Значит, дорогие друзья, пишите, какие у вас вопросы на данном этапе возникают. Мы будем потихонечку двигаться в мир микробиоты, и, я думаю, скоро начнем разговаривать непосредственно о наших жителей и обсуждать, как они называются и с чем же их едят. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье. А еще, и я, конечно же, жду вас на своих онлайн-консультациях. Субтитры сделал DimaTorzok